В Казахстане снова изменили требования для прилетающих из-за рубежа. По решению межведомственной комиссии, актуальный ПЦР-тест должны иметь только иностранные граждане. Казахстанцы же могут возвращаться на родину без справки. В таком случае по прибытию их будут помещать на карантин до получения результатов теста на коронавирус. Впрочем, главный государственный санитарный врач не исключает, что условия могут пересмотреть. В случае, если в дальнейшем увеличатся завозные случаи и будут положительные анализы у контактных, которые находятся на борту воздушного судна, а также у бортпродников, то, соответственно, будет пересмотрено требование. Любое решение принимается взвешенно, в интересах, в первую очередь, здоровья наших граждан. Никто не останется там за границей. Все, кто планирует прилететь, они прилетят. Отмечу, что авиакомпании, на борту которых прибудут иностранцы без ПЦР-теста, получат штрафы. Сумма взыскания около 4,5 миллионов сеньгей. Если речь идет о зарубежной организации, то счет придет ее представительству в Казахстане. Напомню, что прилетающих без справок иностранных граждан сейчас депортируют. Порядка 40 случаев коронавируса завезли в Казахстан в октябре. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте. По словам садвокаса Байгабулова, ковид у пассажира выявили при сдаче анализов в карантинных стационарах. Всего в этом месяце в них побывали больше 7,5 тысяч человек. Уже завтра начинается суммативное оценивание учащихся за четверть. Карантинные условия внесли изменения формата определения. Знаний. Достижения школьников вычисляют с выставлением баллов. Чтобы не перегружать детей, снижен уровень сложности заданий. Их объем учащийся начального звена будут выполнять не более двух упражнений. Старшеклассники не больше трех. По языковым предметам педагоги смогут проверить все четыре языковых навыка только при наличии хорошей связи. Первоклассников оценивать не будут. Больше двух миллионов двухсот тысяч детей продолжат обучение в дистанционном формате. По второй четверти об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Миллион двести тысяч учеников будут получать знания в традиционном формате. Ожидается, что дежурные классы будут посещать 800 тысяч школьников. Больше четырехсот тысяч продолжат обучение в малокомплектных и еще около трех тысяч в тринадцати международных школах. Спрос на репетиторов вырос с началом учебного года в Казахстане. Особенно популярны педагоги-предметники. Эксперты такую ситуацию связывают с трудностями дистанционного обучения. Динара Абдерова попыталась разобраться, что вынуждает идти к репетиторам. Завышенные требования родителей или некачественное образование в школах? Жулдыс Боскеева ученица 11 класса. Сейчас ее каждый день расписан буквально по минутам. Помимо школьных онлайн-уроков, она посещает репетиторов по подготовке к единому национальному тестированию. Месяц на занятия с частными педагогами ее семья тратит больше 60 тысяч тенге. На такой особый режим девушка перешла из-за пробелов дистанционки. Минусы в том, что мы не можем взаимодействовать с учителями, даже если мы учимся дистанционно, ведь они не могут видеть наши эмоции, что мы понимаем ли мы эту тему или нет. Из-за этого нам приходится сложно. Но когда мы учимся дистанционно, то, конечно, требуется еще больше времени, чтобы заниматься собой и учебой. Предпочитают заниматься офлайн с репетиторами и дети Аягуля Лебековой. Первоклашки за время урока не успевают освоить и закрепить новую тему, говорит она. Для сравнения, одно занятие в школе длится 30 минут, с репетитором – полтора часа. За это время частные учителя детально объясняют каждую тему и вместе с детьми выполняют домашнюю работу. Первоклашкам онлайн заниматься очень трудно, потому что они не воспринимают этого. Мы попробовали, практиковались где-то недели две, наверное. Но безрезультатно было, поэтому мы сами лучше решили репетиторством заняться. Месяц 70 тысяч тенге – это у меня только саваташи и математика. Три раза в неделю по два часа. А английский язык у нас получается, что двое детей со скидкой у меня выходит месяц 20 тысяч тенге на двоих. Ну, получается 90 тысяч, грубо говоря. Это не включая каких-то дополнительных секций. Еще одна причина нанять репетитора – обновленная школьная программа. Поэтому в последнее время огромным спросом пользуются учителя-предметники. Родители не жалеют денег на то, чтобы педагоги подтянули ребенка по математике, истории, русскому и казахскому языкам. Если сравнивать с прошлым годом, то сегодня спрос на услуги репетиторов возрос на 30-40%. Это наблюдение по нашему образовательному центру. Больше стало учеников начального звена. Не могу сказать, что в школах обучают плохо. Все-таки чувствуется влияние дистанционного обучения. Кроме этого, родители хотят, чтобы их дети получали углубленные знания. Особенно большим спросом репетиторы стали пользоваться последние 10 лет. При этом качество занятий и наличие сертификатов у частных учителей никак не проверяется. Такие меры контроля депутаты парламента считают лишними. К репетитору уходят, и если видят результат, то остаются у этого репетитора, и спрос на такого репетитора растет. Если же результата нет, то просто к нему не ходят, перестают платить деньги. То есть здесь вопрос регулируется просто рынком. Никаких документов нет. Я знаю, что, например, математику преподают не только математики, а преподают бухгалтеры, преподают те, кто закончили, скажем, факультет механики, физики и так далее. Если они хорошо знают математику, они иногда настолько хорошо преподают ее в индивидуальном порядке, что детям этого хватает. Сложная школьная программа, низкий уровень обучения и квалификации педагогов – это основные причины повышенного спроса на репетиторство, считают эксперты. И необходимо в срочном порядке решать вопросы качественного образования. Пока же родителям, конечно, тем, у кого есть такая возможность, ничего не остается, как платить большие деньги за услуги репетиторов. Динара Абдирва, Нижназаид Ханжан, Узбитабаров, Хабар, 24. Почти 55 тысяч комплектов противочемных костюмов пытались вывезти из Казахстана в Россию контрабандисты. Однако их планы нарушили пограничники. Инцидент произошел на пункте пропуска Кайрак в Кустанайской области. Общая стоимость изъятых средств защиты – более 8,5 миллионов тенге. Как сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности, это не первый факт попытки провоза медтоваров в соседние государства. Напомню, в феврале этого года в Казахстане ввели запрет на вывоз из страны средств индивидуальной защиты. В Мангосталовской области за последнюю неделю возросло число пациентов с коронавирусом. В основном это пожилые люди. В стационарах остаются 58 человек, и лишь у семьи ПЦР-тест дал положительный результат. Состояние одного пациента крайне тяжелое. Тамара Степанова расскажет подробности. За этой дверью находится так называемая грязная зона. Пройти туда просто так нельзя, запрещено, опасно для здоровья. Поэтому медики облачили нам в специальные стерильные одежды, которые должны защитить нас от инфекции. В этой палате лежат пациенты с коронавирусной пневмонией. Их состояние осложняют сопутствующие заболевания – астма, сахарный диабет, проблемы с сердцем. Инфекционный стационар расположен в одном из блоков областной больницы и рассчитан на 60 коек. Имеется отделение реанимации. Сейчас там лечится 27 человек. При необходимости количество мест увеличат. Здесь трудятся 90 специалистов. В смены вступают врачи-эпидемиологи, реаниматологи, а также врачи-ординаторы и резиденты. Мы, доктора, всегда готовимся к худшему прогнозу. Мы не можем успокаивать себя, население, скажем так, что все хорошо. У нас есть настороженность. На сегодняшний день обстановка в нашей области, по крайней мере, по проценту поступающих и обращающихся к акценту, она более-менее стабильна. Но это не говорит о том, что все хорошо. Наш регион достаточно теплый в климатическом плане по сравнению, допустим, с северным и восточным Казахстаном. Я думаю, что у нас еще все впереди, поэтому мы не расслабляемся. Мы готовимся, мы готовы. Интересный нюанс. Видите вот эту вывеску с надписью «Выход»? Раньше здесь был свободный проход. Он соединял блок и областную больницу. Но как только началась эпидемия коронавируса, эту дверь закрыли, изолировали. Когда ее откроют, уже неизвестно. На прошлой неделе в области выявлено 15 человек с коронавирусом. Еще 21 житель заболел пневмонией. По словам главного санитарного врача, в основном это связано с беспечностью граждан. За последние 20 дней в регионе выявлено 27 фактов нарушений карантинных требований. С 1 августа в области зарегистрировано 230 пациентов с коронавирусной пневмонией. Из них 81 человек старше 60 лет. Это очень высокий показатель по сравнению с другими возрастными категориями. Все это связано с тем, что сегодня люди тайно организуют и посещают свадьбы, поминки. Стоит отметить, что большинство семейных мероприятий также посещают пожилые люди. В этой палате находятся пациенты, у которых положительный ПЦР-анализ на КВИ. Здесь они находятся 14 дней. После этого сдают контрольный анализ. И если он отрицательный, то их переводят в общую палату. Тамара Степанова, Ринат Дусалиев, Актау, Хабар 24. Вопросы экономического сотрудничества обсудили сегодня Ельбасе. Председатель Совета по управлению фондом Самру Казаная, заместитель премьер-министра, министр по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бен Заид Аль-Нахаян. Стороны с удовлетворением отметили договоренности, достигнутые в ходе недавнего визита премьер-министра Казахстана по реализации инвестиционных проектов на сумму свыше 6 миллиардов долларов и обсудили перспективы развития партнерства в сфере культуры и туристической отрасли. В завершении, но Султан Азербайев и Шейх Мансур отменялись мнениями относительно региональной повестки дня. Восточном Казахстане под угрозой срыва строительства горнолыжного курорта. Многомиллиардный проект с канатными дорогами предприниматели создают на земле государственного лесного фонда, которое фактически им не принадлежит. Бизнесмены арендуют территорию и при отсутствии собственных наделов не могут рассчитывать на поддержку инвесторов. Проблемы внутреннего туризма изучал Вячеслав Витлугин. Пытаемся создать очень хорошую геологическую среду. То есть мы вот посадили здесь пихты. В урочище Горная Ульбинка Александр Чиликин развивает экотуризм. Ежегодно высаживает свыше 100 корней хвойных пород. На биокрасоте края Александр выстраивает туристические маршруты. В этой местности бизнесмен создает горнолыжный комплекс. В первые этапы строительства туробъекта уже вложено больше 2 миллиардов тенге. Возведена гостиница, сооружены ветки канатных дорог. Но для завершения проекта требуется вдвое больше средств. Взять кредит и оформить уже действующие постройки в качестве залогового имущества не позволяет лесное законодательство. Курорт базируется на арендованной земле Гослесфонда. И фактически предпринимателю не принадлежит. Я вложил в проект порядка 2 миллиардов тенге. Ко мне обращались турки, болгары, которые сюда приезжают, им нравится здесь проводить время. И предлагали сотрудничество, готовы были вложить инвестиции. Но когда я говорю, что земля лесного фонда, что у меня нет прав собственности на эту землю, все инвесторы как бы улыбаются и как бы уходят. Складываться в турбизнес с неприватизированной территорией, которая условно подлежит изъятию, инвесторы не решаются. Действующий в стране лесной кодекс запрещает передавать земли Гослесфонда под строительство объектов туризма. Впрочем, только 44% площадей регионального лесфонда покрывают ценные породы деревьев. В остальном же встречаются и гнилые осинники. Ну вот я уже говорил, что у нас земля лесного фонда не только вековые кедры. Это и как бы и гарри, и пастбищи, и кустарники. Директор областной ассоциации лесной и деревообрабатывающей промышленности Виталий Чернецкий предлагает ряд компромиссов в решении земельных вопросов. Например, если Минэкологии решается отдать участок под турбизнес, то помимо денежной компенсации государство вправе и требовать турбизнесмена озеленения других, схожих по площади территорий. Если рассмотреть Восточно-Казахстанскую область, то в нашем земельном балансе имеется огромное количество земель без землезапаса. Возможно, может быть, и был смысл рассмотреть вариант, чтобы, допустим, альтернативный участок по площади либо альтернативный участок по каким-то природно-географическим условиям был подготовлен. В случае предоставления земель частникам, эксперт предлагает четко прописать целевое назначение участков и обозначить ответственность землепользователей за биологическую целостность рекреационных зон, чтобы не повторялась бурабайская история. Там, на особо охраняемой территории национального парка под предлогом прокладки водопроводной трассы начисто вырубались деревья, а в Алматинском нацпарке Кокжай-Ляу при строительстве курорта под сруб могли попасть больше 5000 деревьев, в том числе 600 краснокнижных. Точку в растянувшемся на 8 лет противостоянии застройщиков и экологов тогда поставил президент. И чтобы не допустить таких экологических просчетов больше, эксперты Управления природных ресурсов собираются предложить профильному ведомству законодательные возможности передачи земель Гослесфонда в частное пользование. Если необходимо провести вывод из состава государственного в будущем или для частной собственности, то в этом случае необходимо внесение соответствующих поправок в 51 статью Лесного кодекса. Мы изучили этот вопрос и ходатайствуем перед министерством, перед центральными исполнительными органами о том, чтобы внести соответствующие поправки и расширили список целевых назначений, подлежащих переводу. Пока же территории Гослесфонда разрешено предоставлять под строительство дорог, линий электропередач и расширение населенных пунктов. Вячеслав Фитлугин и Жигер Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Отечественное товарное рыбоводство нуждается в государственной поддержке. Помощи просят природопользователи Казалардинской области. Предприниматели говорят о нехватке выделяемых субсидий и отсутствии льготного кредитования сферы. Как в регионе решают эти и другие проблемы, узнавала Райхан Тажибаева. В статус озерно-товарного хозяйство «Ислам» получило 6 лет назад. Производство карповых на озере Жангл-де-Сайжа на Курганском районе начинали с 10 тонн рыбы. Сейчас объемы упали. Период зрелости одного малька занимает около 4-5 лет. Все это время молоть нужно подкармливать. Мы вылавливаем только крупную рыбу, поэтому с каждым годом ее все меньше. И мальков катастрофически мало. Трудности с зарыблением водоема связаны с одольенностью рыбопитомников. Ближайшие в Аральском районе за 800 километров. Поэтому хозяйству приходится довольствоваться спасенными мальками из рисовых чеков. Однако содержать их рыбоводам приходится практически за свой счет. Выделенных на корма субсидий не хватает. Для 10 тонн рыбы мы закупили 40 тонн кормов. Одна тонна 350 тысяч тенге. Государство обещало компенсировать 50% затрат в виде субсидий. Однако мы получили только за 5 тонн. К примеру, для рыбоводческих хозяйств Туркестанской области на эти цели выделили 350 миллионов тенге. Нам же на весь регион всего 4 миллиарда 200 миллионов тенге. Нехватка субсидий за рыбление водоемов. Вопросы актуальны и для приорали. Ответом на них, говорят специалисты, станет региональная программа развития отрасли. В ее рамках уже в следующем году будет выделен миллиард тенге. В ближайшие 10 лет планируется увеличить производство аквакультуры, создать 10 прудовых и 55 озерно-товарных хозяйств. Данная программа разработана с учетом интересов природопользователей. В ней отражены вопросы субсидирования, выделения земельных участков и строительства инфраструктуры. Также будут выделены средства на финансирование проектов товарного рыбоводства. Подобные программы сейчас разрабатывают и в других регионах страны. Кроме того, вопрос расширения существующих мер государственной поддержки дополнительным субсидированием решают и в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. Планируется включить и новые виды субсидирования. В частности, на приобретение рыбопосадочного материала, создание и расширение рыбоводных хозяйств. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Айтмухамед Байдулдаев, Хабар, 24, Казардинская область. В пригороде Кукшетау во время осадков стелили асфальт. Это случилось несколько дней назад в селе Красный Яр. Жители сняли происходящее на камеру мобильного телефона. Нам стелят по снегу асфальт. Акимат куда смотрел? Все лето, все осень. Осень стояла какая прекрасная. Им не хватило времени. Узнав, что на их улице будет асфальт, люди обрадовались. Но счастье длилось недолго. Сельчане уверены, что из-за такой работы строителей покрытие не прослужит долго. Сейчас ремонт дороги временно приостановили. Рабочие успели закатать лишь пятую часть от намеченных объемов. В Акимате собираются провести проверку. У нас имеется договор с республиканским центром качества дорожных активов, лаборатория, где они будут проверять на качество. Если качество будет соответствовать, тогда мы будем приемку делать и оплачивать за эту работу. Если качество не будет соответствовать, то компания «Агроинвест» за свой счет будет все переделывать, устранять. На востоке Казахстана в селе Тугыл уже больше года люди страдают без полноценной медицинской помощи. У них закрыли круглосуточный стационар и оставили только небольшой дневной. Между тем там нет ни одного узкого специалиста. И при любом заболевании в итоге сельчане вынуждены ехать в районный центр. За помощью они обратились к нашим корреспондентам. Проблемой разбиралась Анна Лесенбердина. Село Тугыл в Вагатайском районе одно из самых крупных. Население почти 5000 человек. Большинство из них – многодетные семьи. Кролай Мажатаева – мама восьмерых детей. Рассказывает, медицинская помощь нужна постоянно. Причем не только детям. При этом добраться до больницы в райцентре – большая проблема. Скорых на всех не хватает. Когда весной у меня был аппендицит, мы не могли найти такси. Я дома лежала 19 часов. А если бы лопнула аппендицит, что случилось бы со мной? Я бы умерла или что-нибудь, осложнение было бы. А потом кто бы смотрел за моими восьми детьми. Жадра Жунысова – мама ребенка с особыми потребностями. У младшего сына ДЦП врачи прописывают массаж, физиолечение. Только в их сельской амбулатории таких услуг нет. А одна поездка в райцентр обходится семье 8 тысяч тенге. При этом живут они только на пособия. Мы считаем, что в поселке с пятитысячным населением обязательно должен быть полноценный стационар. Почему у нас его отобрали? Это наша боль. Я сама мама ребенка-инвалида. Ему постоянно нужно лечение, физиотерапия. А у нас этого нет. Приходится ездить в райцентр. Где нам взять столько денег? Все было хорошо до прошлого лета. Но 20 июня вышел приказ закрыть круглосуточный стационар. Ответ от Управления здравоохранения – план по заполняемости койкомест среди взрослых – не выполнен. Только ради детей держать персонал не стали. Делится уже медсестра Нурбакат Морзаканова. Она попала под сокращение, как и еще четверо ее коллег. У меня стаж 35 лет. Здесь в стационаре работала. Потом в прошлом году нас сократили. И сейчас временно, в отпуске, в какое место проводится, он достиг, работает. Причина невыполнения койкомест же банальна. В поселке давно не хватает узких специалистов. Поэтому, к примеру, без гинеколога или кардиолога лежать в больнице людям не было смысла. У нас здесь работает один педиатр и два врача общей практики. Узкого специалиста у нас нету, стоматолога нет, акушерогинеколога нет. Поэтому люди ездят в районный центр для узких специалистов. Там невропатолог, амукордиолог, а еще другой. А ведь раньше здесь был даже роддом и инфекционное отделение. Сейчас здесь до сих пор открыты вакансии на рентгенолога, узиста, гинеколога. Но желающих прийти нет. Жители села все же не теряют надежды. Вот эти палаты те самые, в которых сократились сколько места. Но кровати все еще стоят. Медики даже самостоятельно сделали ремонт. Потому что люди в Тугуле верят, что стационар им все же вернут. Но чиновники неумолимы. Оптимизация – это экономия бюджетных денег, говорят эксперты. Только вот сельчане считают, что часть трат теперь переложили на них. Оставшийся дневной стационар без специалистов их все равно не устраивает. Анна Лисенбердина, Жигир Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Редкую операцию по удалению опухоли печени провели алматинские онкологи. Такие новообразования встречаются в основном у грудных детей. Вылечить их позволяет ранняя диагностика и вовремя проведенная операция, благодаря которой врачам удается предотвратить распространение метастазов на другие органы. Все зависит от бдительности родителей. Как распознать болезнь, когда ребенок еще не может сам рассказать об этом, выясняла Анастасия Валикжанина. Когда Руслану было чуть больше года, Екатерина Губенко заметила, что у сына очень твердый живот. Потом он стал увеличиваться в размерах. Вместе с тем у малыша пропал аппетит и начались боли. Его увезли на скорой помощи в областную больницу Козелорды, где обнаружили опухоль печени. Руслана с матерью на борту санитарной авиации доставили в Алматы. Здесь малышу провели операцию, во время которой удалили две трети печени. Вот мы с апреля месяца здесь лежим. Мы уже прошли, пролечили четыре блока химии. Но нам сказали, что так нужно, чтобы опухоль уменьшилась. Вот нам недавно сделали операцию. Операцию очень хорошо прошла, так объяснили врачи. Гипотобластома или злокачественная опухоль печени – редкое заболевание. На миллион детей в возрасте до 15 лет приходится один случай. В основном его выявляют в первые месяцы после рождения. Второй пик приходится на полуторагодовалый возраст. Заболевание опасно тем, что его крайне сложно обнаружить. Оно протекает бессимптомно. Поэтому родителям надо быть очень бдительными, говорят специалисты. Если ребенок теряет вес, у него снижается аппетит или увеличивается живот, то необходимо срочно обращаться к врачу. В среднем на лечение требуется полгода. Сначала делается предоперационная химиотерапия, потом оперативный этап, и после этого – послеоперационная химиотерапия. Вот такое комплексное лечение. То есть это довольно длительно и, естественно, в купе со всеми специалистами вместе. В год получается где-то около 5-6 операций. Через 3-4 месяца после полного курса терапии печень у ребенка полностью восстанавливается. 90% больных детей выживают и возвращаются к нормальной жизни. Анастасия Валикжанина, Эдуард Кон, Алматы, Хабар-24. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok